Данилов Станислав Васильевич, кандидат архитектурных наук, профессор, академик Академии духовности Республики Саха-Якутия, почетный архитектор Республики Саха-Якутия, почетный архитектор России, сфера научных интересов, история архитектуры, градостроительства, планировка и застройка населенных мест Центральной Якутии, автор более 40 научных трудов. Я являюсь академиком Академии духовности и приглашен прочитать вам лекцию про архитектуру города Якутска, про градостроительные факторы. Мы находимся в Музее истории России, и поэтому я хочу сказать вам, рассказать, какую роль играл город Якутск в развитии истории государства. Как вы знаете, город Якутск основан в XVII веке, в 1632 году, и сразу после своего возникновения город Якутск стал играть роль базы в освоении севера и востока государства. Отсюда в XVII веке ходили отряды первопроходцев, ну, начиная с самого Бекетова Петра, который основал город Якутск, потом он основал еще Остроги в других городах. Да, затем, значит, походы организовывались в Якутске с задачей освоения края, сбора Исаака в пользу государственной казны. Это были походы Стадухина, Семена Дежнева, Федота Попова. В разное время отсюда ходили отряды Атласова, Москвитина, и даже известный вам Ерофей Хабаров начинал свой поход отсюда, от Якутска. Он вверх по Лени шел, потом по Алёкме и до Амура, и там, значит, проводил свое исследование. А в XVIII веке уже, значит, по распоряжению, по специальному указу, личному указу Петра I были организованы большие экспедиции. Первая экспедиция возглавлял Витус Беринг, и Петр I лично ему дал указание проверить, соединяется ли Азия с Америкой. Надо сказать, что за 80 лет до этого из Якутска выходили отряды, и в числе этих отрядов была, значит, была не то чтобы экспедиция, а поход, значит, Семена Дежнева с товарищами, с Федотом Поповым. Вот до него, значит, поход по Северному Ледвитому океану, значит, Стадухин провел. И в отряде Стадухина Семен Дежнев играл меньшую роль. А теперь, значит, вот в 1648 году, значит, Семен Дежнев вместе, значит, с Федотом Поповым на деньги предпринимателя из России большой отряд на шести кочах. Они вышли из Нижнеколымска. Вот к этому времени, значит, путь до Нижнеколымска Семен Стадухин изведал. Это Василий Стадухин. Да, и вот Семен Дежнев с Поповым пролив прошли, и, значит, как грамотный человек Семен Дежнев написал, это раньше называлось сказка, сказку написал о том, что, значит, вот он морем из Северного океана Ледовитого прошел вдоль восточного берега до Анадыря и дальше. И вот в таких, такого рода важных, значит, мероприятиях Якутск играл роль. Почему я это подчеркиваю? Потому что для каждого города мы, архитекторы, значит, выявляем, какие градообразующие факторы влияли на развитие истории того или иного города. Вот в Якутске одним из градостроительных факторов был вот этот, играть роль форпоста в исследованиях. Когда записка, отчет Дежнева пролежал в Томске чуть не 80 лет, после этого его Мюллер, так сказать, открыл, откопал и сказал, но Петр Первый-то не знаком был, значит, за два месяца до смерти он как раз нарядил экспедицию Беринга. Эта экспедиция называлась Первая Камчатская экспедиция. И она проходила как раз вот через Якутск к Охотскому морю. Вот. И там на Камчатке, значит, срубили корабельные мастера, значит, корабль. Назывался тот корабль Святой Архангел Гаврил. Это событие было настолько значимо, что этот день, когда спустили вот этот шлюп, Архангел Гаврил считается началом развития Тихоокеанского флота России. Конечно, громкое название, потому что позже, несколько позже, во второй Камчатской экспедиции были собраны даже два корабля – Святой Петр и Святой Павел. Те последующие корабли были уже приспособлены к морскому плаванию. Двухмачтовые корабли с современным оборудованием, поскольку вторая экспедиция примерно через 10 лет после первой экспедиции была. Вот. И, конечно, хорошо бы, если вы интересуетесь узнать историю создания вот этой второй Камчатской экспедиции. Почему? Уже Петра Первого не было. Результатами первой Камчатской экспедиции в Петербурге были недовольны. Они в географической коллегии и в морском ведомстве сказали, что основная цель не выполнена, хотя были совершены великие открытия, весь восточный берег России был снят картографической съемкой. В отряде Беринга уже в первой, а потом еще особенно второй экспедиции, большую роль играл главный штурман Алексей Ильич Чериков. Вот он, поскольку это был уже 1733 год, значит, уже было известно из всемирной истории Малиправыния, что стали определять долготу определенного места, стали определять по Гринвичу, по судовым хронометрам. А до этого долготу очень сложно было определить. Широту определить секстантом или квадратом довольно легко по высоте Солнца с корректированной по дате. Широту определить легко. А вот долготу определять, как раз штурман Чериков это дело хорошо умел, потому что по своей молодости, несмотря на то, что три года назад он закончил академию, его пригласили после года работы в Балтийском флоте, его пригласили обратно в Морскую академию преподавать астрономию и навигацию. И вот он хорошо знал, как это географические координаты обернять. И вот во второй камчатской экспедиции, когда обоз шел через всю Россию, через Иркутск, 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 Охотск, он в порядке практики и обучения своих подопечных штурманов определил точно географические координаты 28 пунктов по всей широтной протяженности России. И по этим материалам была создана карта. И эта карта впервые определила точные размеры Российской империи. Вторая камчатская экспедиция на двух кораблях пошла. Эти корабли, два корабля, были в Охотске срублены. И они обошли с юга Камчатку и пошли дальше на восток. Между первой и второй экспедицией Берингу было поручено составить план дальнейшего изучения севера и востока. И он составил план той экспедиции, которая совершена была несколькими самостоятельными отрядами. И один из этих отрядов, так, шесть, пять, четыре. Четвертый отряд, значит, был возглавлен Прончищевым. А в его команде были Челюскин и Харитон Лаптев. Харитон Лаптев, кстати сказать, один из двух братьев, которые участвовали в детальном изучении Северного Ледовитого океана. Седьмой морской отряд изучал Курильские острова. И было еще два сухопутных отряда. Из Якутска Беринг руководил действиями вот этих шести, пяти северных, шестой восточной и одной южной морскими экспедициями. Хотя эти экспедиции считаются, что они действовали самостоятельно. Но, конечно, увязка их действий и взаимодействие должно было осуществляться. И это осуществлял как раз командор Беринг буквально до своей смерти. А погиб Беринг во время окончания второй Камчатской экспедиции. Значит, упомянутый же мною Чириков повел корабль Святой Павел, а Святой Петр повел сам Беринг. И вот судьба этого корабля Святой Петр была более трагична. Они открыли Аляску, занесли по ходу Алиутские острова, занесли берег Аляски, южный берег Аляски занесли, те острова, которые прилегают к побережью Америки. А на обратном пути сильная шторма изрядно повредили корабль Святой Петр. И его судьба, этого корабля, была уже гораздо более трагична. Значит, кое-как починили паруса, но управление кораблем наладить хорошо не удалось. Значит, Беринг сам на обратном пути уже сильно заболел. Он даже настолько, так сказать, серьезно болел, что на Американский берег он не высадился. И по срокам им нужно было уже идти обратно в Охотск, в Петропавловск, Охотск, Якутск. Обратно надо было идти. И по пути, значит, в 80 милях от Камчатки на необитаемом острове корабль уже совсем плохо управлялся. Шторм выбросил его через прибрежные рифы в бухту. Но корабль уже не мог нормально работать. Его бросило на рифы. А команда с большим трудом, значит, высадилась на берег. И там, значит, на этом острове берег скончался. Беринг скончался. И впоследствии этот остров, назван его именем, он находится недалеко, значит, от Камчатки. Ну, а святой Павел, который вел, значит, главный штурман экспедиции, Чириков, значит, более удачно совершил все съемки. И обратный путь у них был более ровный. Но на обратном пути уже, значит, цинга свалила и нашего молодого лейтенанта Чирикова. Он, значит, из кабины не выходил с сентября этого 40-го года, 1740-го года. А его помощник, штурман Елагин, уже, значит, снимал координаты, значит, пройденный путь корабля, докладывал Чирикову, и Чириков указывал дальнейший курс корабля. И все это было произведено настолько четко, что, значит, этот путь, детально, значит, изображенный впоследствии, морские картографы назвали идеальной работой штурмана. Вот, потому что в этот, в Петропавловске, в Петропавловскую бухту, корабль пришел прямо по широте. На следующий год, призимовав, значит, поскольку корабля берега нету, значит, корабль Святой Павел еще поплавал в поисках корабля берега. И они даже, возвращаясь, видели на горизонте тот остров, на котором команда Беринга уже из остатков старого корабля сколачивала меньшего размера. Назвали тот так же, Святой Петр. И вот этот Святой Петр самостоятельно пришел в Петропавловск. Но к этому времени, зная, что уже, так сказать, в Петербурге ждут, Чириков, собрав все эти карты, значит, повез туда, в Петербург. В Петербург они добрались, Чириков с помощником, за два месяца. Доложили. Да, они все-таки дождались на Камчатке вот этого возвращения остатков команды Беринга и знали, что Беринг уже погиб. И все это, значит, все результаты экспедиции Чириков привез в Академию. По результатам этой экспедиции было две новых карты. Одна карта всей северной части Тихого океана, это составлял сам Чириков по итогам первой и второй Камчатской экспедиции. А вторую карту составляли все участники вот этих нескольких экспедиций. В 1745 году эта карта была опубликована и подчеркивалось в опубликовании, что это впервые карта всей Российской империи. Достаточно подробная, вот, и достаточно точная, поскольку, значит, применялись современные инструменты. Но я увлекся, значит, морскими этими самыми, значит, это... А вот если посмотреть на карту, у меня есть карта, которая город Якутск показывает в его развитии. Первая карта, которая инструментально была создана, вероятно, начинал ее помощник Чирикова, пока они были в Якутске. Вот. Но опубликована она была позже. И вот карта, которая в музее сохранилась, она уже датируется 1916 годом. Да. И вот эта карта показывает нам Якутск, застроенный от набережной, значит, до озера Талова. До озера Талова. А заложная часть, только половина была застроена. Половина заложной части. Значит, центральная часть до озера Талова. Но поскольку это уже, так сказать, самое начало 20 века, то там разбивка новых кварталов показана до улицы Лермонтова. До улицы, которая сейчас называется Лермонтова. Но в этой разбивке показано, что и там тоже застроена была только половина кварталов. Вот. Справа там улица Монастырская. Над озером Талом идут, значит, Нагорная улица. До Лермонтова улицы доходит язык, язык на северной части которого пивзавод стоит. Во! Пивзавод. То есть, эта карта говорит нам, насколько незначительным по площади был Якутск. И, конечно, это был в основном весь деревянный город. Деревянный. Но были каменные дома. Еще во времена Петра I в 1703 году практически одновременно со строительством, с началом строительства Петербурга было дано разрешение в городе Якутске построить два первых каменных здания. Это Троицкий собор, который сейчас реставрируется. Троицкий собор. И здание канцелярии. Но здания канцелярии нету. В 1980 году его разобрали, поскольку разрушалось. Были еще каменные здания, значит, Спасский монастырь, Богородицкая церковь, значит, ну и другие там церкви были. А вот сейчас, значит, хорошо отреставрирован Спасо-Преображинский собор. Недалеко от Кружала. В перспективе улицы Кирова, до улицы Кирова, как в центре пойдешь, посмотришь направо, так там золотыми куполами сверкает этот Спасо-Преображинский собор. Но он довольно поздний. Ну, одновременно с церковью Николы поставлю. А церковь Николы, кстати сказать, на этом старом плане есть, но она стоит вне города, за городом. И вокруг церкви Николы кладбище. В то время уже застройка этих распланированных кварталов уже доходила до улицы Лермонтова. В своей правой части. В левой части, значит, застройка двухэтажными деревянными домами была уже в послевоенное время. А вот довоенное строительство, это как раз относится тоже к теме городообразующих факторов. Довоенное строительство имело мало городообразующих факторов. Но в то же время, например, один крупный промышленный объект, Якутская центральная электрическая станция, в 1937 году было интенсивно строилось. А точно, когда она вошла в строй, через полтора года примерно, там еще достраивались некоторые объекты. Градирни там, механические мастерские достраивались. И этот ЕЦЭС, это было первое промышленное крупное сооружение на многолетних мерзлых грунтах. Ну, как вы, очевидно, знаете, из разных источников, город Якутск и вообще много территорий у нас тут. Можно сказать, что вся центральная Якутия и северная Якутия расположена в зоне распространения многолетних мерзлых грунтных мерзлотых. У нас специально есть институт мерзлотоведения. Ну, он, вообще-то говоря, был создан на базе филиала Академии наук уже в послевоенное время. А я на той карте отмечал, значит, как было довоенное строительство. Ну, и несколько пятен послевоенного строительства я тоже отметил. А послевоенное строительство своим градообразующим фактором имеет тот факт, что всем участникам войны и ветеранам тыла, значит, было дано разрешение на индивидуальное строительство. И вот они получали ссуды. И много-много новых, значит, много индивидуального строительства было в той зоне, которая называется город писателей, там улица писателей, Тургенево, Маяковского, Чехова. В общем, там вот это. И еще большой город такого строительства деревянного, одноэтажного, был, значит, за нынешней скорой помощью. Вот там между улицами Петра Алексеева и Дзержинского. Там тоже много вот такого одноэтажного деревянного строительства. И это все как раз довоенное строительство. Конечно, и каменное строительство довоенное тоже уже, значит, получило толчок развития. В первую очередь, такие объекты, как школы, стали строиться каменными, детские сады, общественные учреждения стали. И вот, например, школа номер 8 имеет свою историю. Она буквально в годы войны строила школу номер 8. Сразу после войны построено каменное здание школы номер 9, потом школа номер 3. И вот это я как примеры каменного капитального строительства привожу. Да, а уж после войны ДСК, такой мощный промышленный объект, домостроительный комбинат, стал выдавать свою продукцию. И послевоенная строительство 50-х, 60-х уже, 60-х годов получило резкий скачок. Сегодняшний день, архитектуру сегодняшнего дня, вы наблюдаете своими глазами, как, значит, двинулось резко вперёд строительство, даже после КПД, когда вошли, когда стали хорошо строить эти каркасные дома, каркасные дома с заполнением каркаса. И вот они, уже этажность резко повысилась. Значит, уже кирпичные дома, самые высокие 9 этажей, и несколько домов 12-этажных домов. А сейчас вот эти каркасные дома, они имеют 14 этажей, 16 этажей. И вы видите, вот и жилые дома большие поднялись, значит, такой, современной архитектуры. И общественное здание красивой современной архитектуры. И вот это здание, в котором мы сейчас сидим, музей города, это тоже, значит, новая конструкция. Видите, железобетонные несущие колонны. Значит, это перекрытие сборное. Здание, фасад отделан современными материалами по теплоизоляции. И, в общем, таких зданий у нас уже много. И надо сказать, что вот это повышение этажности и строительство домов на уже освоенной территории остановило рост города вширь. Уже вширь особо не развивается город. Тоже, конечно, вот есть у нас вторая очередь Гресс на горе. Значит, это самое, в сторону Мархи, за Грессом, новое строительство. Но строители, подрядчики, они предпочитают в городе находить такие места и, значит, это с повышенной этажностью увеличивать плотность застройки. То, что мы называем плотность застройки. А началось это вот комплексное строительство проектированием и застройкой квартала номер 50 по улице Петра Алексеева. Вот я сам, работая в проектной конторе, значит, это проектировал, вот этот генеральный план этого комплексного квартала номер 50. Там есть, ну, конечно, больше всего там жилые дома, там есть школа, там есть детский сад, там комбинат бытового обслуживания и энергетический узел. Все-таки в то время котельная требовалась для крупного объекта, как этот квартал. Котельная требовалась своя. Вот квартальная котельная, большая квартальная котельная. И гаражи проектировались. Но гаражи построены были позже. Финансирования не хватало. Моя лекция подходит к концу. Вы можете задать мне несколько вопросов, на которые я постараюсь ответить. Какие старые каменные здания сохранились в городе Якутске? Я уже упомянул в лекции некоторые старые здания, которые сохранились. В основном это церковные здания, Троицкий собор, Богородицкая церковь, Собор Спаса Преображения. Но я еще скажу, известен за стройки начала XX века творение архитектора Клементий Адамович Лишевич. Он построил несколько видных, заметных зданий. Жители города всегда отмечают, что старое здание библиотеки на углу проспекта и улицы Ворошилова очень красиво смотрится. Это здание проектировал Лишевич, и он руководил строительством. Здание сравнительно хорошо сохранилось, хотя и два капитальных ремонта имело. Он же проектировал здание казначейства. Это там, где улица Орженикидзе входит в улицу Петровского. Там есть здание казначейства. Это здание казначейства пришлось капитально реставрировать. Его распилили на блоки и подняли на новый фундамент. Это происходило потому, что все каменные старые здания, как дом архиерея, здания городского суда, старые сохранившиеся здания, обязательно ремонтировали из-за того, что рост культурного слоя повреждал нижнюю часть стен. Это называется так, культурный слой. Это значит, все наслоения все-таки за 380 лет существования, если даже по сантиметру, по полсантиметра бы прибавлялся культурный слой, и то это было бы уже больше двух метров. Старались, конечно, этот культурный слой убирать эпизодически, но все равно дорога поднималась для того, чтобы она была хорошей проезжей частью, а здания-то оставались. И вот культурный слой обеспечивал подъем грунтовых вод. И эти грунтовые воды повреждали казначейство. Видите, как его реставрировали. Здание городского суда разобрали до основания, поставили ему новый фундамент, железобетонный, на колоннах, а потом уже по чертежам его снова восстановили. Это называется новодел. Это уже мы не можем считать, что сохранилось старое здание. Сохранилась архитектура старого здания. А вот те здания, которые стоят на своих фундаментах, как библиотека, архиерейский дом, вот это, знаете, Спасопребрежинская церковь, вот Троицкая церковь, которую отреставрируют, вот эти здания мы считаем сохранившимися старыми каменными зданиями. Были еще и другие, которые, так сказать, не сохранились по улице Дзержинского. Улицу Дзержинского назвали монастырьское, улица называлась. Там было капитальное здание монополка, там, значит, это видный завод. Но его пришлось убрать. В середине 20 века как велось деревянное строительство в Якутске? Это вопрос очень, как сказать, актуальный для Якутска, потому что не только старая застройка была деревянной, и до сих пор ведется, значит, большое деревянное строительство. Но деревянное строительство строительными нормами еще с советских времен определено не выше двух этажей, два этажа. И вот это двухэтажное строительство мы считаем средней этажности, хотя по общесоюзным нормам и по общероссийским нормам это все равно малоэтажное строительство. Так вот, особенностью этого деревянного строительства в Якутске является то, что надо было под этими деревянными зданиями сохранять состояние мерзлых грунтов. Вот. И вы можете сами увидеть, там, где пренебрегли этим правилом, дома под собой протаивают чашу оттаивания, и дома покосятся, а то и совсем проваливаются. Привезенные из северных областей России особенности строительства отражены были в старой застройке. И старые добротные каменные, то есть деревянные дома, они строились на высоких клетях. То есть, как бы первый этаж был холодный, хозяйственный, там хозяйственные постройки, скот содержали, разную утварь, а на втором этаже, на уровне второго этажа был жилой этаж. Вот. Я еще застал дом, который был историческим памятником на улице Романово. Вот, Романовка называли этот дом. Значит, там было оказывано сопротивление властям, вооруженное, вот, и этот дом как памятник оставили, и вот его видно было, что на высокой клете, нежилой, через высокое крыльцо уже есть, значит, жилой этаж. Да, но в наше время-то, поскольку уже стали известны причины, рационально нашли решение сохранения мерзлоты. Значит, здания и одноэтажные, и двухэтажные поднимались над грунтом и создавалось проветриваемое подполье, проветриваемое подполье. Даже у одноэтажных домов делали два пола. Черный пол и чистый пол. И вот правильно построенные дома, они стоят, значит, у них, значит, стены на стульях, и на стульях, погруженных буквально в мерзлоту, печи стоят. Печи, значит, это довольно такой массивный, тяжелый объект, и фундаменту печи уделялось особое внимание. Вот и в наших двухэтажных домах, которые раньше вначале делались без центрального отопления, там фундаменты под печи тоже довольно-таки солидные. Вот на это как раз надо обращать внимание, чтобы было проветриваемое подполье, и чтобы сохранялось металлота. Ну, а в каменном строительстве вообще первый этаж делали нежилой. я благодарю вас за внимание, думаю, что содержание лекции вам понравилось, а кто хочет подробнее узнать об этих вопросах, вы сами всегда найдете в интернете нужное сведения. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...